В Краснодарском крае с 2019 по 2024 год реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Ключевые задачи – сокращение числа аварийно-опасных участков и приведение муниципальных дорог к нормативам». В списке 1514 километров муниципальных дорог в перечень вошли те, по которым были обращения жителей, а также пути к социально значимым объектам и улице, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Контроль за качеством работ серьезный. Управлением дорог был заключен муниципальный контракт на проведение работ по лаборатории, которая проверила состояние до начала работ и будет проверять их в сентябре-октябре месяце после окончания работы. Помимо этого, к нам в город приезжает Росдор НИИ технологии, это будет 18 августа, которая проверит также уже выполненные работы на все соответствия ГОСТам. В декабре после общественных слушаний был сформирован первый перечень дорог, на которых должен быть произведен ремонт в рамках нацпроекта в этом году. Речь идет о ремонте 63 улиц и капитальном ремонте улицы Леселидзе. Там ранее не было ни асфальта, ни тротуаров, ни ливневки и освещения. Всего же за этот год будет заасфальтировано 85 километров дорожного полотна. Уже завершены работы на 16 объектах. У нас запланировано было окончание работ 15 октября этого года, именно вот что касается ремонта дорог в этом году. Эти сроки сейчас и по поручению губернатора Вениамина Ивановича, и по поручению главы нашего города, эти сроки мы сейчас сокращаем до 25 августа. Мы планируем закончить ремонт и капитальный ремонт на всех 64 объектах. 830 миллионов рублей такая сумма будет выделяться городу ежегодно на протяжении еще пяти лет. Помимо федерального финансирования, деньги выделяются краем и муниципалитетом. Список дорог, на которых начнется ремонт в следующем году, появится в конце августа после проведения голосования среди жителей и по результатам общественных слушаний. Что касается сельских дорог, то там необходим капитальный ремонт или реконструкция. Для этого должен пройти конкурс среди подрядных организаций и составлен проект, поэтому строительная техника появится в отдаленных уголках города с 2022 года. Будет заключен в этом году контракт на проведение строительно-монтажных работ в 2020 и 2021 годах. Поэтому в 2020 и 2021 годах у нас будут в основном улицы в рамках ремонта, то есть это будет не капитальный ремонт, не реконструкция, это будет ремонт. А та работа по проектированию, которая будет проведена в этом году, в следующем и 2021, эти улицы, которые будут, какая-то будет улица, именно это будет там капитальный ремонт, на какой-то улице будет реконструкция. Эти улицы у нас уже попадут в рамках БКД в работы в 2022, 2023 и 2024 годы. Также в рамках нацпроекта будут пересмотрены скоростные режимы, появятся дублирующие знаки, где надо, сделают так называемые карманы. В 2022 году на перекрестке Горького-Войково в целях безопасности появится светофор. Для того, чтобы ни одна дорога не была упущена, к работе подключились депутаты. По всему городу ведется активная работа с ТОСами и квартальными. И так будет на протяжении всех шести лет нацпроекта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.